Проблема только в том, что я сегодня делаю вид, что болею за Интер. Просто не спрашивайте, как это произошло, у меня всегда так. Это было непросто, это было очень хитро. Добро пожаловать в Италию. Всем привет, мы сегодня с вами едем в Милан на матч Леги Чемпион Арсенал Индия. Я болею за Арсенал, но буду сидеть в секторе с болельщиками Интера. Просто не спрашивайте, как это произошло, у меня всегда так. Короче, я заплатила за билет 200 евро, а в итоге мне прислали билет за 35 и в сектор к Интеру. Я сначала сильно расстроилась, но потом решила, что я в любом случае еду на матч Леги Чемпионов, я еду смотреть на свою любимую команду, поэтому зачем я поеду? Я говорю, как армянка. Зачем я поеду в плохом настроении? Почему я должна ехать в плохом настроении? Ведь самое главное, это мое отношение к этой ситуации, а не сама ситуация. Поэтому я решила просто не расстраиваться, не крепать себе нервы. Ну окей, буду я сидеть в самом худшем месте с болельщиками Интера, ну и ладно. Может по-итальянски хотя бы поговорю. Так что я очень счастливая, в отличном настроении, еду сейчас в Милан. Скоро будем. Я уже в Милане, и я решила рассказать вам вообще историю моей любви к футболу. В общем, у меня в семье все любят футбол, поэтому, конечно, я с детства смотрела все матчи. Вот, и так получилось, что вся моя семья, все члены моей семьи болеют за разные команды. Так совпало, что ни одного совпадения нет. Поэтому я не могла определиться с командой. Я просто смотрела вообще все подряд матчи. Вот, но больше всего я просто любила смотреть сборные, и у меня были там какие-то фавориты. Вот, а потом у меня появился молодой человек, который болеет за арсенал. И я начала смотреть с ним матчи. Вот, все мне очень нравилось, я узнала очень много о команде. А потом оказалось, что мой папа тоже болел за арсенал когда-то, он умер, когда я была маленькая. Поэтому я не знала об этом. И мама мне сказала, что он болел за арсенал. Я решила, что это очень даже символично. Вот, и как бы я продолжила болеть за арсенал, даже когда мы с парнем расстались. Вот, и я на самом деле очень хотела попасть на матч. Я вообще в целом хотела попасть на матч Лиги Чемпионов. Но, конечно, было бы круто попасть на арсенал, но я не знала, типа, будут они когда-нибудь играть вместе или нет. Потому что они же, их вообще не было в Лиге Чемпионов, когда там в позапрошлый год, да, в прошлом были. Вот, и, в общем, так совпало, что они, короче, играют и играют в Милане, что достаточно близко ко мне. Вот, поэтому я сразу взяла билет. Все супер, вот я приехала. Проблема только в том, что я сегодня делаю вид, что болею за Интер, но вот такая у меня футболка. Никто ничего не знает, никто ничего не видит. Вот, ну, в общем, я очень рада. Я наконец-то приехала к стадиону. Вот здесь очень-очень классная атмосфера. И самое главное, я решила свою проблему с сектором. И теперь я сижу с фанатами Арсенала. Это было непросто, это было очень хитро. Вот, но, слава Богу, я решила эту проблему. И, наконец-то, я уже здесь. Вот, я приехала сюда за почти четыре часа. Просто больше мне некуда ехать. Я больше здесь мест особо не знаю. Ну, и тем более я сумкой, короче, не хотела никуда ехать. Украли у меня однажды здесь уже сумку. Вот, так что я уже здесь до начала матча. Ну, вот, очень-очень рада. Пока что я видела только две компании фанатов Арсенала. Не знаю, где они все. Надеюсь, они придут. Вот, но здесь очень много фанатов Интера. Очень-очень много. И взрослые, и дети. Это очень-очень мило. Вот, и в целом такая атмосфера здесь очень классная. Слава Богу, я снимаю свои влоги на телефон. У меня была с тобой камера, даже две камеры. И у меня их все забрали только что. Но сказали потом вернуть. Ну, короче, я без камер, без своих. Сказали, типа, потом выйдите, заберете. Надо ждать какую-то женщину. И говорю, можно ваш номер телефона хотя бы взять? А она такая, нет. У кого забирать свою камеру? Кого? Где потом искать? Я вообще не знаю. Просто добро пожаловать в Италию. Я знала, что на этом стадионе станцируют такой вот... Я не знаю, как это назвать. Короче, чтобы подняться наверх, нужно идти по такой вот штуке. Крученой. Я уже замучилась. Мне кажется, я прошла уже за тысячу этажей. Вот так вот я высоко. И это никак не заканчивается. Где верх? Все, я пришла. Сделала уже на свое место. Здесь очень-очень мило. Я не понимаю, как я раньше не хотела на футбол. Ну, это так здорово, так классно, да? Кошмей. Это так здорово быть в любимой стране на матче любимой команды. Это так все классно. Кстати, меня пустили с моей водой. Хотя вот это вот странно, что камеру у меня забрали. Это для них окей. А воду... Они даже не знают, вода это или не вода. Но меня с этим пустили. Короче. П پас Sean. Пас SEППП П If to P'ts to P'ts to P'ts to the Micha정к. П П AS krколи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, матч закончился Арсенал проиграл Но в целом матч мне очень-очень понравился Очень был интересный, такой захватывающий Честно говоря, я думала, что на стадионе смотреть футбол не так интересно Потому что, ну типа повторов нет, например Просто я такая невнимательная Я могу отвлечься, а что-то уже произошло важное Вот сегодня я отвлеклась, а там пенальти Я такая, ммм, понятно Вот, и мне пришлось спрашивать людей, что было Типа, почему, что произошло Вот, но в целом очень классно Место у меня тоже было очень хорошее Мне все было очень хорошо видно Вот, единственное Как будто бы, если сидишь ближе к полю Прикольно, что все видно Ну, видно всех Но не видно вот Целостной вот этой вот картины Вот, хочется видеть все Я сидела выше Я видела все, но мне хотелось приблизить Чтобы посмотреть внимательно на все Вот там была травма Но хорошо, что у меня телефон такой Типа, можно вообще 10х сделать И я все видела Ну, кого там что происходит Вот, ну, короче, было прикольно Вот, матч был интересный Вот, кстати, стадион Вот так Матч был классный, интересный Все супер Я познакомилась, короче, с компанией с одной Мы должны были дальше идти вместе Куда-то Куда-то Вот Но я их потеряла Короче, получилось так, что он Меня же отобрали фотоаппараты мои И потом мне сказали на обратном пути Подойти вот в какое-то место И там забрать Я подошла, там никого нету Вот А я была вот с этими своими новыми друзьями Вот И они такие Да, давай, типа, не переживай Мы, типа, здесь подождем Вот И такая Хорошо И все Они пропали Больше я их не видела Но я не верю в то, что они ушли без меня Я просто думаю, что Ну, там мы просто реально потерялись Было слишком много людей Вот И мы не взяли контакты друг друга Вот Очень жалко Вот поэтому я теперь одна Вот опять я тут Около стадиона Иду, короче, на этот На автовокзал И проблема в том Что у меня Автобус Только через 6 часов Чем я думала Когда я все это организовывала Я не знаю Видимо, я думала просто о том Что я иду на матч И все Больше ни о чем я не задумалась Вон, куча мусора Вот Ну, это окей Это из-за футбола Вот Ну, короче, ладно В общем Я довольна Все суперклассно Хочу спать Дома я буду Через 10 часов Вот И буду спаться Короче Все Спасибо за просмотр Всех целую Пока-пока Пока-пока